Доброе утро всем, мои хорошие! Ну что, мы уже убрали участок и иду домой я. Иду домой, мои хорошие. Ну, эту неделю мы работаем, в следующей неделе мы уже выходные. В отпуск уходим на полторы месяца. В отпуск получается у меня из-за того, что я в больницу ложусь, в больнице после больницы выйду и буду догуливать отпуск. Вот такие мои хорошие. Вот это я зашла за 16-й дом у нас тут посмотреть. Ну, я думаю, все нормально. За 16-й дом пришли. Мы убрали. Вот. И идем. Ну, в общем, мои хорошие магнитные бури, как обычно начинаются. И без этого, ну, никак. Вы знаете, как бы, 14-й дом мы вчера, не вчера, а в этот самый, в пятницу убрали. сегодня, конечно, с мастером мы пошли, посмотрели, ну, кошек кормят кашей рисовой, ну, там, и поэтому видно эти через забор, которые купили квартиру, они вот это возмущаются из-за того, что, может быть, запах идет, из-за, ну, что кашу не доедают, и, может, из-за этого и запах, что там оно прокисает. Вот. У меня вот кошка. Я сегодня пришла покормить. Нету двоих котов, кошечки. И Сони нету, и Васьки нету. Не знаю, где. Завтра посмотрю, появятся или нет. Может быть, или их кто-то отравил, или убили. Ну, короче, короче, вот так, потихоньку кошек травят. Собак, кошек подкидывают кому не лень. Вот. Вот такие делишки мои хорошие. Да, жалко, конечно. Ну, а как вот, если их не кормить, ну, как вот, можно это самое. Здесь у нас, да, тоже Кутанья кормит, и Лариса кормит. Вот. Вот такие дела. Ну, что, мои девочки, мальчики хорошенькие, пришла я домой, пожарила хлебушек, за стирочку я поставила стирать. Ну, и думаю, дай-ка я зашла тут в интернет и посмотрела, что тут говорят. возьмите свечечку и свечечкой потрите кран и вытерите, и будет блестеть. Девочки, попробовала я, так как там сказали в этом девочке, ну, девочки, кто пробовал это свечкой. Я потерла свечечкой, повытирала. Девочки, изменений никакого нет. У меня какой был кран, такой и был кран. но у меня он-то и не грязный был, блестел, поэтому, может быть, из-за этого он у меня и такой остался, какой был. Ну, как бы так, ну, ладненько. Что-то у меня на ноге аж палец большой начал печь. Думаю, о-о-о, что-то это непонятно. Видно, свечечкой решила я потереть кран, а тут мне, ну, кто его знает, это так, и у меня такие мысли такие полетели. Меня, девочки, радует, что я эту неделю отрабатываю и уже иду в отпуск. Ну, отпуск-то, я, девочки, мы из-за чего брали отпуск-то с мужем вместе с 9-го числа, так как думали, что мы поедем к брату в Краснодар, вот на день рождения. Но теперь день рождения мы-то не сможем поехать, так как мне 17-го ложиться в больницу. Ну, девочки, вы знаете, ну, это, конечно, надо ложить. Перенести я не могу, чтобы перенести на другое какое-то число, там, это, не стану я переносить, потому что, ну, потому что, кто его знает, когда моя подойдет очередь. тут же у нас по записи, позаписались, как очередь подошла, и, значит, это самое. Ну, я, я даже не знала, что 17-го мне нужно ложиться, так как доктор написал и сказал, вам 17-го надо быть уже в отделении. поэтому завтра я иду к врачу, беру направление. 16-го числа сдаем мы мазок на этот ковид, ну, и со всеми документами 17-го числа едем в приемный покой, оформляемся в отделении. Ну, а 18-го октября Амиржана, брату, день рождения. Ну, ничего, придется поздравить по телефону тогда. Ну, как-то встретимся, может, как-то встретимся. Все-таки сейчас время такое, вы знаете, что и не сильно хочется и день рождения отмечать, потому что, ну, время такое. Ну, ничего, как-то отпразднуем. Будет хорошее время, будет все это, встретимся, отметим, это все можно. Следующий как-то раз, как получится. Как бы так. Вот, что я хотела еще рассказать. Хотела рассказать, что сегодня пришла, начала кормить своих кошек уличных. Ну, и смотрю, Сочи нету, ой, Сони нету, Васи нету, но половина котов нет, девочки. Не знаю, куда они поделись. Ну, я уже стала переживать, но и завтра я посмотрю, у меня мысли отгоняю, что где-то она загуляла, где-то они загуляли, где-то как-то придут завтра. Придут завтра. Все нормально будет. Потому что я вижу, что мы сегодня заходили с мастером, он и шел как раз на работу, и мимо дома, и шел там, где пятницу у нас было, ну, как жильцы из другого дома сказали, что у них там запах, воняет, как бы кошек кормят, ну, в общем, вот такое. И мы сегодня зашли, там Вова в пятницу все повыносил, и доски, и этой самой, как они называются, господи, как они, кафель, и какие-то камни, ну, все поубирал. Он поубирал, да, Зина кормит кошек там, она рисовой кашей покормила, ей, конечно, сказали, что если останется рисовая, ну, вот эта каша, то нужно ее убрать, чтобы не было этого запаха, чтобы не это самое. Ну, вы знаете, я вам скажу, у нее, у нее, у нее, эта самая женщина покупает, которые, покупает корм мешками животным, они сухими кормом кормят. Ну, получается так, что этот корм куда-то делся мешок. Она, говорит, привез курьер, оставил в этом палисанничке, и мешок этого корма куда-то, непонятно, куда исчез, кто взял. И поэтому приходится пока варить кошкам вот кашу то рисовую, то пшеничную, то кильку покупает, вот, ну, такой. Может быть, из-за этого. Ну, я, как я сегодня увидала, как я сегодня увидала, с этого дома, который жалуется, что им мешают кошки, ну, вы посмотрите сами себя, вот, выйдите в отвод, и вы, и вы посмотрите, у кого, какие животные есть. Я сегодня заметила, что с этого двора выходили две женщины гулять собачками. В одной две собачки, второй одна собачка, может, там еще девочки собачки есть, может, там и кошки у кого-то есть в квартире, ну, понимаете, этого, это же не видно, а то, что мы уличные, например, уличных кошек кормим, да, и собак кормим, да, это, это заметно, потому что это, как бы, не их, не собаки, коты, это уличные, а вот своих все замечают, что это, то вы что, это свои, как они могут что-то сказать. Да, я понимаю, что свой, эта собачка своя, это своя, может, она и будет и пахнуть, и не пахнуть, но это своя, а на улице это не свое, вот так, мои хорошие, а нужно, я считаю, если ты любишь животные, то что на улице животные, что у тебя в квартире животные, они все одинаковые, и их нужно одинаково кормить, что тебе так тяжело тарелку того супа вынести, там где-то налить, тарелку супа кошки или собаки, чтобы она поела, все равно тебе остается эта еда, ты выливаешь унитаз, если, если тебе так не, это самое, можете, можно кормить и не возле себя дома, можно покормить где-то чуть дальше, отошли, насыпали, дали, или даже до мусорки, несете вы мусор, это мусор несете, и отнесите туда помои вот эти, которые у вас там остаются, каша, что там у вас осталось, картошка, все, положите там где-то кошечкам, собачкам, пусть они сидят, и подписчики, мои хорошие, сейчас, сейчас такое время, что всем что-то не нравится, что-то не устраивает, не устраивает, может, даже эти, и кошечки не устраивает, и собачки не устраивает, ну, и, вы знаете, все бывает в жизни, что-то не устраивает нас, ну, я не знаю, я не знаю, мне, например, жалко у меня у меня дома были и попугай и кошечка и шиншиллы и и раньше крыса было и хомяк был и собаки были но я если люблю животных так я люблю я и кормлю и своих дома домашних кормлю на улице кормлю потому что это животные они же не виноваты и что вот допустим какой это есть такие люди что собака родила собачат они пошли выкинули кошка родила котят как я помню год назад родила котят кто-то у кого-то кошка мусорный бачок бросили девочки я не мы не смогли достать потому что оно засыпано было мусоркой но слышно что там мягко и так так и котятам пищали это ужас я вообще не знаю почему люди еще не боятся зачем так делать зачем выбрасывать собачат котят да к нам вот многие на дачи летом на даче летом люди все налить на даче находятся а на зиму выбрасывают этих самых котят также собак выбрасывает куда они идут они идут сюда поселок и вот вот как-то я девочки заходила на дачу может как-то я вам пойду и покажу там на даче тоже кошки есть и вот я знаю что человек ходит туда кормит их то в то в то потом еще один человек тоже ходит туда берет из дома кушать и им приносит потому что они то не виноваты что человек взял кошку на дачу с ней поигрался а лет а на зиму домой переходит в квартиру квартиру не забирает и к и к и кошка это ходит голодная зимой но это хорошо что такие люди есть которые на даче там находятся и зимой летом и они подкармливают а если бы не было а вот если бы не было таких людей вот я вам расскажу у нас женщина она работает дворником и она специально ходит магазин покупает кильку чтобы кошек покормить на даче так как у нее там соседка но через как там соседки соседки как бы позаводили кошек и как завели кошечку вроде бы по это самое а сами потом уехали оттуда ушли а кошечки-то остались и они-то привыкли к людям ну как будто кто там рядом у них находится ну вот катя говорит как я могу бросить этих кошек как можно бросить и зимой и летом они ходят и кормят этих кошек да покупает она корм покупает она вот эти кильки берет она вас ну что дома остается той там она говорит мы туда носим также сама петь а дядя петя то же самое на даче приходит на дачу и он говорит благо что печечка там есть на печечку поставит сварит и шокура курочкам дает картошечка отваренная то и кошечка дает горит картошечку отваренную и сухой корм токи и личку то это тоже самое вот сам рассказывал этот мужчина вот ну я не я не знаю я не знаю зачем он зачем заводить даже на даче вот собак кошек если вы там не живете зачем вы заводите их а уже завели извиняйте это у меня кеша прыгает летает до кеша что ты скажешь нам ну и что вот так мы вот так вот видите что делается хоть не хочешь не удержишь телефон скажи мама да кеша гуля разгулялся вот так вот так что такие дела девочки мальчики мне например животных жалко я не знаю даже вот кешу жалко и кешу мне жалко было девочки и кешу я забрала купила то что мне кеша понравился хороший такой птичка мой хороший птичка да это хороший птичка поэтому я кешу тоже забрала и кеша с нами уже год пойдет 2 и я не жалею что я купил что я попугая купила потому что я с ним и разговариваю у меня сочи и сочи разговариваю а у меня кошка мои хорошие она у меня как собачка и кусается и шипит и кидается ну это такое дело и она редко-редко у меня когда может приласкаться нет у меня кошка да вот такая кошка у меня редкая она редко-редко когда может приласкать не приласкали чтобы можно ее почесать шерсть выписать она редко-редко когда позволяет но все равно я как бы не было но это нас наши животные если мы их завели и они у нас квартире мне она никогда не было на улице поэтому я даже понятия не не как его на улице она будет себя вести даже не знаю вот такие дела мои хорошие хочу хотела вам рассказать про животных жалко очень не жалко кошек собак который который действительно тяжело им на улице который вот зимой особенно зимой попробуйте летний период ладно у нас тут отдыхающий дак приезжает там кто-то где-то карта а зимой вот тяжеловато ну ничего вот мы куда уже сколько лет кормлю кошек на улице помню бабушка у нас была тетя нелли была из пятого этажа не четвертого этажа она была на кормила эту соню она спасла соня сбила машина там вообще сумму мы думали что она не этом она идет массаж и делала все и дело тех нельзя нельзя и она это сам подняла ее на ноги и это соня уже сколько раз рожала вот такие дела мои хорошие потом не смогла тетя нелли спускаться в этот самый кормить кормить начала я кормить или и за начала кормить я утром и за вечером начали кормить начали кормить вот засранец такой вот нельзя кешенька вот такой вредный вот видите видите какой вреднучий кто балуется кто баловался ой вредный вредный у меня попугай это вообще кусается ну а что делать любимый ну ты чё балуешь это любимый кеш 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 ну ты чё баловался маму дай маме тюн дай маме тюн ну дай маме тюн ну дать он дай ты почему баловался ты зачем балуешься а ты ж взрослый парень уже ну ты парень взрослый ой вау вот такой девочки балованы у меня кеша мальчик попугайчик кто баловался а где юра юра где как приедет юра как он с юрой гуляет кусает его радуется такой радный да скажи юра домой приехал юра да как с юрой гулялся как кеша с юрой гулял где юра где где юра вот такие дела мои хорошие ну мы теперь мы на этой ноте скажи прощаемся да кеша кеш прощаемся с девочками с мальчиками пока пока скажите кормите животных уличных не обижайте да да красотулечка моя моя красотулечка опа ну все мои хорошие пока пока вам а